Привет, мои хорошие! Сегодня мы делаем Deep House. Зародившийся в середине 90-х годов прошлого века как ответвление хаоса, Deep House характерен своими глубокими и насыщенными басами, что и дало название этому по жанру. Deep значит глубокий. Также его отличает чуть медленнее, чем у стандартного хаоса звучание, использование вокальных сэмплов и, в общем-то, само по себе звучание этого жанра музыки является таким, скажем так, мягким, бархатистым, глубоким. Когда Deep House появился и приобрел свою конечную форму, он не стал супер популярным, но имел какой-то вес на дискотеках, в ночных клубах, потому что люди хотели чего-то более расслабляющего, но при этом такого же танцевального. Но спустя 10 с кепкой лет жанр обрел второе дыхание. Начали появляться композиции, которые представляли из себя не просто какие-то треки, а уже полноценные песни. Проще говоря, некогда забытый и, на самом деле, довольно интересный жанр музыки ушел в популярную культуру. Волну запустили, например, LJ с Федуком, когда выпустили трек «Розовое вино». Да, в нем есть вокал, в нем есть текст, это полноценная песня, но инструментал представляет из себя Deep House чистой воды. Множество интересных фишек и музыкальных решений ушли из современного Deep House за ненадобностью, поскольку в композициях, которые имеет вокал, он же и является основным инструментом. И поэтому сейчас вы можете, не дай бог, конечно, включить телевизор, какой-нибудь МОЗ-ТВ, и практически каждый трек, который звучит на популярных радиостанциях, телеканалах, представляет из себя по инструменталу именно что Deep House, можно сказать, новой волны. Конечно же, никто не отменял треки в стиле Deep House без вокала. Они никуда не делись, и из-за того, что этот жанр пошел в поп-культуру, многие хорошие, действительно годные исполнители и композиторы данного жанра становятся популярны и востребованы как битмейкеры у тех, кого крутят по телевидению или на радио. Ну а давайте вернемся, собственно говоря, к музыке. По сути, основной характеристикой Deep House является так называемый Plucket Bass. Plucket называется такой звук, бас или какой-то звук, который играет мелодию, у которого есть одна такая интересная особенность. Он довольно коротко звучит, и на всем протяжении этого короткого звучания идет срез высоких частот, то есть звук похож на падение капли. Поэтому такого характера звуки называются Plucket и находятся в разных синтезаторах с папкой с таким названием. Deep House – это ненапряжная музыка, которая не заставляет задуматься. Под нее очень хорошо, просто спокойно, расслабленно потанцевать. Ну а теперь, мои хорошие, мы перейдем непосредственно к написанию треков в жанре Deep House. Начинаем с барабанной секции. Кик нам нужен одновременно и глубокий, и с преобладанием высоких частот, для того, чтобы он глубоко давил нас басами, и все-таки ощущался вот этот вот тычок высокочастотный. На роль рабочего барабана я беру что-то среднее между хлопочками и, собственно, снейром. По звучанию он должен быть коротенький, но все это будет компенсироваться нехилой такой реверберацией. Господи, я, наверное, нашел самое страшное слово для картавых – реверберация. Теперь к этому делу мы добавим два хай-хета. Один из них будет коротенький, а другой чуть-чуть подлиннее. Между собой они будут как бы перекликаться из левого в правое ушко, и мы получим довольно интересный и расслабляющий грув. Самое важное, мои хорошие, при подборе инструментов для Deep House трека – это то, чтобы они звучали как можно более мягко. Короче, если вы думаете, что можете сделать Deep House с резким и хлёстким звучанием, то вы, по сути, просто потеряете всю суть этого жанра, который, как я уже говорил, заключается в его мягкости и ненапряжности. Для обозначения такта я добавлю Ride. Ну и еще по пути мы захватим хлопочки, чтобы было чуть поинтереснее. Вот теперь мы собрали себе грув... А, не-не-не-не-не-не-не, погодите. Смотрите, берем, копируем кик, и с помощью эквалайзера делаем его более мутным и менее босящим. То есть у нас, по сути, получается два таких кика. Один у нас пойдет на как бы куплетную расслабленную часть, а второй уже полный, который будет обладать всеми своими частотными характеристиками, он пойдет на колбасу. Смотрите, в эквалайзере у кика обрезаете средние частоты просто вообще в кашу, потому что как раз-таки у нас останется глубина бочки и вот этот вот атакующий тычок сверху. Так, ну, в принципе, мы разобрались с барабанной партией. Давайте послушаем, как это дело у нас звучит. Естественно, пока еще ничего не понятно, но вот сейчас мы переходим к самому интересному. Это бас. Бас у нас будет двухслойный. Первый слой – это уже по традиции жирный массивный саб. Чтобы он не представлял из себя какую-то ватную подложку под плакет бейс, мы добавим ему время затухания. Оно еще по-научному релиз называется. Рисуем совсем ненавязчивый и довольно качающий рисунок. Теперь у нас есть какое-то подобие грубо. Но, мои хорошие, этого недостаточно. Для того, чтобы все звучало реально похоже на дип хаус, нам нужен самый вот этот вот плакет бейс. Как эта вся штука делается? Сейчас покажу. Берете серум и в нем крутите, в принципе, любой какой-нибудь благозвучный звук. Да, вроде как не то. Но теперь вы вот тут вот справа делаете себе фильтр low 12, low 24, чтобы он не резко срубал высокие частоты, а как бы плавненько так, с хвостиком. На это все дело вы вешаете модуляцию вот с такими настройками. У нее должна быть короткая атака, быстрый спад, то есть низкий сустейн, и чуть-чуть давайте добавим вот это время затухания, как я сказал, релиз оно называется. Теперь перетаскивайте эту модуляцию на крутилочку котов и смотрите, чтобы особо сильно при начале звука он не долбил по ушам, а когда фильтр доходит до обреза самых низких частот, он не должен прям делать из него глухую какую-то вот подложку, потому что за самые низкие басовые частоты у нас уже отвечает sub. То есть смотрите, как получается. Sub у нас отвечает за весь гудеж внизу, а Plucket Base у нас располагается в диапазоне от нижней середины до где-то начала, наверное, высокой середины. На это все дело еще навешиваем реверба, дилея и раскидываем это по ушам. У этого самого ревера и дилея обрезаете низкую середину для того, чтобы в боковых каналах, это еще side называется, у вас не было баса, потому что если этот трек вдруг, не дай бог, конечно, дойдет до дискотек и клубов, то люди просто будут слышать какой-то гудеж, а не ваш трек. Да-да-да-да-да-да-да, Empathy Blaster образовательный. Ребятушки, урезайте низы в сайде. Весь жир и бас должен быть в середине. Тогда будет качать. Все просто. Все намного проще, чем вы думаете. В принципе, конечно, можно оставить все и так. Достаточно только записать на это дело вокал, и ваш трек разорвет хит-парады. Но все-таки я хочу записать что-то инструментальное. Добавляем всякие украшалочки. Вот, например, я беру и кручу вот такой вот звук. Это, по сути, тоже плаг, но он будет у нас как бы высокочастотным. Он будет добавлять какую-то интересную красоту и будет перекликаться с вокальным сэмплом, взятым из каких-то там библиотек, который будет в правом ушке. Получится довольно интересно и как-то атмосферненько. Вот что у нас получилось. Теперь добавим мелодию. Я открываю массив, беру пресет, который звучит вроде как орган или вроде как какой-то духовой инструмент. И просто черчу вот такую вот простую прямую мелодию. С ней особо каких-то заморочек нет. Она нужна тут, ну, постольку-поскольку. Все это дело звучит у нас вот как-то вот-вот так. Ну, что-то мне стало маловато, мои хорошие. Четыре часа утра. Я путем не спал. Я делаю видео для вас. Я очень хочу, чтобы вы оценили мои старания. Ну, щелкните лайк. Ну, пожалуйста. Но я сейчас не об этом. Смотрите. Я хочу немножечко повемендриваться и записать все это дело с живой гитарой. Берем гитару и играем какие-то там красивые простые аккорды, которые, ну, там не пушистые, какие-нибудь джазовые, а самые-самые простенькие. Играем это все на легеньком, таком расслабляющем звуке. Добавляем дилеи, реверба, чтобы это все дело, как бы, знаете, так размазывало вас под танцполу, но ваши ноги продолжали плясать. И прописываем это дело на весь трек, правда, на протяжении всего трека. На написание такого немножко замороченного трека у меня ушел 1 час и 13 минут реального времени. А теперь давайте послушаемся в пачке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо тем, кто поддержал меня лайком и подписался на мой канал. Ну а ты-то чем хуже? Давай-ка щелкай на кнопочку подписаться и следи за новыми видео. Все я!